Доброе утро, друзья! Началась зимняя серия. Дело в том, что я сам до сих пор не могу понять, и боюсь, что никто не может понять, зима это или не зима. Сейчас время пыльной сильнейшей бури. Вот жалко, сейчас минуту назад вы бы видели, как листья плотной стеной несет по городу, как город потемнел. Ну, пронесло, сейчас уже буря утихает. Я почему на этом делаю акцент? Потому что кто-то считает, что я живу в раю. Этот рай выглядит так. Сегодня минус пять. Вот, как видите, не снежинки. Тот снег, что выпал, выпал в начале октября, его давно нет. Вот. Условие, казалось бы, непереносимые для деревьев. Вы бы видели, вы знаете, сюрреализм, натуральный сюрреализм. Это когда за 30 градусов мороза, Новый год, и не снежинки. И вот когда ходишь по таким улицам, ходишь, вот они, газоны, правда, они уже не зеленые. Вот они, вот. Деревья стоят, ну, это самое. Все, минус 30, минус 35, и не снежинки. Бывало и под 40. Вот. Знаете, какой сюрреализм? Вот я иногда хожу, думаю, куда я попал? И потом приходит весна, все промерзшее, погреба в деревне промерзшие, в деревнях. Сколько мне жалуются люди о замерзшей картошке, да? Приходит весна, и распускаются деревья. Вот. И тогда я... Долгие годы до меня доходило, что для деревьев избыточная влага намного страшнее, чем засухи. Помните мою борьбу с подземними поливами дебильными? Когда идут дожди. И вот мы сейчас остановились. Жалко, я вам хотел бы показать очередной порыв ветра, когда деревья склоняются до земли, и когда тонны листьев внесет на тебя. У нас продолжается так называемый листопад. А почему мы с вами сейчас обсуждаем эту тему? Сейчас я вам объясню. Есть еще несколько писем, где у людей, ну, такие условия, условия, которые с моими не совпадают, или где-то совпадают, где-то нет. Я решил сделать небольшой объезд вокруг Саиногорска, показать кое-что, показать свой участок, чтобы мы могли бы сравнить и сказать, да, у меня будет расти или нет, у меня не будет расти. Вот, первое случилось в этом году в гостевой 2-3 письма с неудачными посадками саженцев из нашего Сергея Питомника. А такого раньше, таких писем не приходило. Это тоже наводит на размышления, и будет еще один фильм про геопатогенные зоны. Хотя бы надо, чтобы люди умели пользоваться рамками, исключили это. Ну, вот, посмотрели мы на зимний Саиногорск без единой снежинки, поехали дальше на то самое буря. Вот. Теперь у нас задача простая. Я читаю письмо. Итак, Ольга. Это письмо из моей гостевой книги. Ольга. Уважаемые пользователи, не могли бы вы, как более опытные товарищи, ответить нам о нескольких вопросах. Я хотел бы попробовать семена из саженцев железновых, но не знаю, насколько это применимо к моим условиям. У меня следующее условие. Сад на южном склоне. Снеговой покров не менее 50 сантиметров. Ветры преимущества юго-западные. Вот, кстати, перед вами юго-западный ветер. Идет потепление. Вот, вот это вот есть юго-западный ветер. Так, так что пока все сходится. Ветрозащитные посадки в зачаточном состоянии. Так, почвы Таежно-Подзолистый суглинок. Сейчас мы поедем туда, где этот суглинок. Сантиметров 40. Дальше глина. Глина у нас везде, где не копнешь поглубже. 35 километров от Новокузнецка на юг сторону Алтайского края. Это значит, где-то моя широта. Мои вопросы. Делают ли в таких условиях дренаж при посадке? Я на этот вопрос ответил в предыдущем фильме. Сеять косточки или подождать, когда подрастут деревья, посаженные с ветерной стороны. Ну, если у вас есть 10-20 лет лишних, пожалуйста, подождите. Только где вы сейчас 10-20 лет косточки возьмете? Какие шансы вырастить персики? В общем, я ответил на эти вопросы в предыдущем фильме. Сейчас я хочу сделать так. Это будет не повторение предыдущей беседы, а продолжение. Почему? Посмотрите, мы с вами сейчас захватим несколько регионов. Везде растут у нас плодовые деревья. Сейчас мы на одной из улиц Яногорска, да? Вот. Сейчас это самое. В такой ненастную погоду. Там за городом-то вообще ходить невозможно. Это здесь еще более-менее. И, судя по моим словам, что если у нас так снег мог не выпасть зимой, вот, по идее, и таких несколько зим было, и должны, по идее, все садовые деревья мертвые. Вот, однозначно, перенеси. Я все к чему клоню. Чтобы не обижались те, у кого гибнут саженцы. Это самое, неважно чьи, железовые, нежелезовые. Вот, почему? Потому что, вы знаете, вот климат абсолютно непригоден, да? А у нас они прекрасно себя чувствуют. Вот, внутри ничего не ворохнется, что в саду сейчас что-то гибнет. Или когда будет за 300 градусов мороза, и будет ночь такая же бесснежья. Вот, ничего не ворохнется. Почему? Мы это уже проходили. Это все прошли деревья. Они сдали экзамен на живучесть. Вот. Даже за персики не переживаю. Если они погибнут, то совсем по другой причине. Вот. Например, я гублю персики тем, что режут с них ветки. Вот. Правда, слава богу, не на всех, а то бы давно без персиков остался. И вот сейчас мы небольшой обвес сделаем. Остановились в нескольких местах. Для чего? Ну, догадайтесь сами. Дело в том, что будете у нас как бы все климаты собрались в одну кучу, на расстоянии нескольких километров. Какие только можно представить. Снежные, бесснежные, ветреные, безветренные. Близкие грунтовые воды, далекие грунтовые воды. Вот. Влияние не замерзающей не сея. Нет влияния не замерзающей не сея. Подбирайте под себя. Вот. И потом отдельная тема будет. Где бы вы ни жили, где подогенные зоны, это проклятие людей, проклятие деревьев. Это аварии на дорогах. Это не познано. Это... Я криком кричу, никто не слышит. Вот. Плохо прослыть этим самым гением потом, когда будут считать, что если бы Железово послушали, а 50 лет назад, в начале 21 века, то несколько сотен тысяч людей жили бы, а не умирали в муках в своих постелях. А может и миллионы, и на дорогах, когда машины бьются лоп-лоп или опрокидываются в кювет. Мозги человеческие не выдерживают влияние гепатогенных зон. У многих не выдерживают, у пьяных не выдерживают, у людей, которые имеют свойство сомнаболы, не выдерживают, у людей зависимых, у людей больных, у наркоманов, у просто усталых людей, просто засыпающих за рулем. Им хватает только одно. Въехать в гепатогенную зону. Криком кричу. И использую каждый случай напомнить. Когда-то, где-то, хоть один из наших близко доберется до руководства Академии наук, Академии ПЕТ-наук, которая все дебильными школьными программами, особенно по биологии. Академии наук вообще, Академии чиновников, куда не попадают настоящие люди. Ну, все, заканчиваю. Поехали. Вот это центральная усадьба. Чем она интересна? Город. Город печка, город нагревает. Здесь от меня всего лишь метров в двухстах находится, трехстах, не замерзающий, не сейф. А вот там, я не видно из-за того, что сейчас ветер сильный, настоящая буря, и все заволокло пылью. Поэтому гору вы не видите, но она там вот где, прямо перед вами. И вот получился здесь вот такой треугольник, да? И это оазис. Они есть возле каждого города, эти оазисы. Может, не всегда самый чистый воздух, но когда, чем теплее воздух, тем, естественно, он грязнее. Это воздух из... от домов, от того, что город дышит. И от выхлопных труб, кстати, тоже, которые тонны сжигаются каждую секунду автомобилями. И вот, значит, когда повезет хотя бы в чем, вот здесь вот, наверное, прекрасные сады. Не, наверное, а точно, прекрасные, самые прекрасные сады. Здесь растут абрикосы, яблони, груши, сливы, никогда не замерзая. Ну, народ наш не замахнулся на черешни и на персики. Это до сих пор удел избранных. Кстати, вот обещанный снегопад начинается. Принесло его таки. Вот, но потом пройдет день-два, и, окажется, никакого следов снега здесь не будет. Вот этот кусочек я вам показал. Почему? Вот такие вот островки, ну, целая деревня, можно сказать, пригород. Вот. Прекрасный климат. То есть, ветров обжигающих нет. Да, вы видите, как качаются деревья. Вот. Если за городом там бушует буря, то здесь относительно тихо. Вот. Именно дома защищают от ветра. Дома греют эти. Вот видите, желтый домик, да? Вы думаете, он не греет вот эти вот абрикосы и яблони? Греет еще как. Вот. Вот это вот надо учитывать. Вот всегда я вам уже пример показывал. С одной стороны забор, чем выше, тем лучше. С другой стороны дом. Получается тепловая подушка, это так называем. Вот еще кусочек мы посмотрели и едем дальше. Показываю дальше, чтобы сказок не было про мой край. Лучше все видеть своими глазами. Вот еще один маленький оазис. Да, он не маленький, он тянется теперь отсюда на многие километры. Вот там та сторона. Горы это уже на той стороне. Вот тут метрах в двухстах незамереждающий не сей. И вот эта полоска самого благоприятного климата. Дело в том, что здесь был метеопост. Так, а я подружился в Черемушках. Сейчас все это посокращали. Нет в Черемушках метеопоста, нет здесь метеопоста. Самый ближний теперь в Бее. И мы вынуждены ориентироваться по температуре в степной зоне. А у нас всегда теплее на 2-3-5 градусов. И получается, что точной цифры теперь не знаем. А когда я подружился с начальником Черемушковского метеопоста, меня удивило, насколько Черемушка теплее. Это справочку он мне дал, она у меня в архиве лежит. Мне это все надо было. А вот здесь, в этом самом, когда было за городом 47, это цифра из Савянского алюминиевого завода, табло, которое показывало время и температуру. Минус 47, то, что я видел. Возможно, было и 48, и 49. Ну, что видел, то видел. Я же не смотрел с утра до ночи в течение всей зимы. Вот эта цифра почти объективная. И в это время я взял справку, что здесь было 38 с копейками. Вы понимаете, что здесь до предельных морозов не дошло. Именно вот эта узкая полоса. А я, это самое, очень нудный. Я стараюсь все уловить. Я стараюсь все нюансы уловить. И здесь, вот тут, вот внизу, находится тот самый тотровский участок, которым я целый фильм снял. Видели? Прекрасный абрикос, прекрасные сливы, прекрасные персики. Правда, персики укрывные. Вот. Ну, так, на ту сторону я стараюсь. Там остров, на котором сожгли мой сад 5 гектар. Я стараюсь каждый раз отворачиваться, когда еду. Потому что до сих пор скачет у меня давление. Вот. И так, познакомились с еще одним микроклиматом. Это от Енисея туда. А почему здесь еще тепло? Смотрите, это гора. Вот это гора. Вот. А чем дальше, тем гора круче. Получается, опять микрозона. То есть, зажата между речкой и горой вот этот участок. Вот еще с одним познакомились. Думать, это все. Пригород под названием Большой Карак. Здесь царство было Чижик и Николай Ивановича. Моего одного из лучших друзей. Садовода самородка, самобытного. Вот. В какой-то степени, глядя на его сад, я пошел дальше. И даже это самое. Как бы у меня пример был перед глазами. Вот. Человек, простой садовод, который учился только по подшивке журнала представительного хозяйства, достиг такого, что ближайшая наука наша, я уж не буду говорить о конкретных этих... Институтах и ГСУ. Вот. И близко такое не снилось. Но есть тут один нюанс. Вот это место, вот он Енисей. Так, вон они горы. На той стороне Енисей рядом. Микроклимат. Здесь 40 практически никогда и не было. Вот. Но это на заметку тем, у кого все-таки... Если тут можно это, то почему нельзя по всей Европе? С некоторыми нюансами. И вот, к чему я говорю. Вот, кстати, посмотрите. Видите, на дальнем плане, только сейчас сам увидел. Это моя деревня Красный Хутор. Вот. Что интересно, на том берегу всегда холоднее на 2-3 градуса. Я же на девятке-то езжу, езжу, езжу. Ездил. И в ней всегда был... Ну, я сейчас машину сменил. Та сильно ломалась. И в ней всегда был градусник. Я все время сравниваю температуру. Перепады составляют до 10 градусов. Причем эта сторона всегда теплее той. Я 32 года решил эту загадку. Только в этом году я догадался. Здесь горы сразу. Вон они. Только их не видно. Из-за того, что сейчас все заволохло. Начинается этот снежный буран. Вот. Так, наконец-то. Спасибо снегу. А там горы дальше в несколько раз. И вот эта вот именно зажатость между незамерзающим Енисеем и вот этими горами. Чем уже вот эта полоска, тем теплее, тем ярче выражается микроклимат. И благо для деревьев. А на той стороне до гор далеко. Наверное, километры это кажется, что рядом они. Вон деревня, вон горы. И до горы идти. Ну, я обычно ходил минуты три. Минут 30. Чтобы дойти до предгоря. Вот. И там получается холоднее. Там как бы уже более. Более Сибирь, чем тут. Чем славится именно. Еще раз говорю. Спасибо. Я бы не остановился. Я остановился, чтобы отдать дань память. Вот. Как могу низко кланяюсь, сидя за рулем. Николай Иванович Чижик. Один из тех, кто показал мне пример. Что предела нет. Это у него в саду я впервые держал в руках 100-граммовые сливы. Представляете? И что после этого мне было бояться? Давай хапать с Украины. Вести, вести. Результат вы видели сами. Вот. Вот ради Чижика я остановился здесь. Ну вот, друзья, 20 минут. И мы уже в зиме. Здесь пошло сужение. Плохо видно. Но с двух сторон горы. Посреди инисея не замерзающие. Здесь уже ущелье Ужа. И вы видите вместо бурана, который бушует в Кайбальской степи возле города. Вот. Вы видите, уже почти просто снегопад. Вот. Это место особое. Это поселок Майна. Это бывший центр садоводства. Ну, почему он бывший? Он и сейчас можно было бы назвать. Но садоводство расползлось. И мы сегодня этот вопрос доконаем. То есть, мы и в степи побываем. Вот. И Чернобаево сад в степи. Вот. А какой сад? Видели? Вот. Черемушки мы не поедем. Мне здоровье не позволяет. Но Черемушки напоминает немножко вот этот участок. Я расскажу о нем. И представьте себе, что вы в Черемушках тоже. Только там круче, круче, круче. Там уклон горы, на которой дачный участок, составляет от 10 до 40 градусов. Не поверите. Вот. Тихий ужас. Но домешки построили, и четырехсотовщий участок есть. Там царство Боднера. Так. Боднера я ознакомил с статьей, с фотографией. Есть на сайте. Называется «Рядом с Великим». Посмотрите. Так. Бородича я писал статьи, но в фильме я снять не успел. Тогда я не умел это делать. А это уникальный человек. Польза от Бородича Владимира Степановича больше, чем от всей науки, которая представлена здесь четырьмя, как бы, участками. Я имею в виду Хакасия, Краснодарский край. Вот. Как так получилось? Вот. Если повернуть оттуда. Там, наверное, вот туда, да? Там у нас низ майный, ближе к Великиму. Там стал Владимир Степанович Бородич. Ему руки отрезало по плечи. Не отрезало. Ну, то есть, отрезали. Его руки сожгло током молодого человека. Вот, еще электрика. И он стал садоводом необыкновенным. Это все, что было до первые годы, первые десятилетия, это, наверное, благодаря ему. Невероятная энергия. Вот. Невероятный энтузиазм, опыт личный, приобретенный. Тысячи, десятки тысяч завезенных саженцев. Вот. Это была его работа. Вы представляете, чтобы в наше время это невозможно. Он за свою деятельность садоводческую, ну, будучи там, совмещал как-то, он был, перешел в профсоюз, куда деваться-то, с паротезами, да? Вот. Он был зам председателя профсоюза, по-моему, красавец Гостроя, или Саян Гостроя. Ну, в общем, не пропал человек. И вот он ему, именно за садоводство, ему орден государства дало. Он почетный гражданин вот этого поселка Майны, он почетный гражданин Севногорска. Несколько лет, как его нет, в живых уже. Это не человек, это легенда. Я его называл динозавром, я его называл мамотом, я уже не знал, как его еще назвать, потому что это яркий представитель вымирающего племени. Таких в моей голове не больше десяти. Вот. Я их постоянно упоминаю, называю. Вот. Это Байкалов, это Сошников, это Левицкий, это... Воднер, слава богу, живой. Хотя бы он живой еще. Слава, слава богу. Вот. И вот эти люди создали эту славу. И знаете, как садоводство потом пошло? Вширь и вверх. Вот, я думаю, эти зря туда показывают. Это улица Горная. Это Майна. Так? А есть еще один садовод, слава богу, тоже жив, хотя и не молод. Вот. Бельтяевский Адольф Александрович. Уникальный садовод. Золотые руки. Он такую роль большую сыграл тоже. Но со временем как-то жизненные обстоятельства. Ведь его приехали поддержать из города Мичуринска. Приехали ученые. Хотели создать здесь по-моему, логически сад свою помощь. Рухнуло все. Знаешь, что такое перестройка? Это когда вот тебе они, по-моему, логический сад, вот тебе они деньги. А какой был он энтузиаст? Ой, какой. Какой он был энтузиаст? Вот. Но все это рухнуло. И он остался со своим уникальным садом в пределах дачи и приусадебного участка. И вот сейчас я смотрю туда, где у него дача, вот там была, он ее продал, здоровья уже, наверное, не стало. Высоко-высоко. А я о ней, знаете, почему вспоминаю? Как я ознакомился с нашими ведущими людьми? Я уже взял участок на острове, мы мимо проехали, может, на обратном пути покажу, да? И подбирал коллекцию семян. А это был 91-й год, а у меня еще не полная была коллекция. И вот в 91-м году я поехал, я запомнил дату, потому что землю взял в 91-м году. Вот. А я уже дружил с Адольфом Александровичем. И мы поехали к нему резать черенки весною. Интересно было дело. У меня не то, что трава зеленела, но я уже пытался копать, да? Вот. Я почему говорю, садоводство полезло и вширь, и вверх, и вниз, куда угодно. И яркий пример. И вот мы побывали с ним у меня на острове, там уже трава зеленела. Мы переехали через плотину, мы сюда. И едем, едем, едем вот по этой дороге на моей девятке. Поднимаемся вверх, в какой-то момент девятка отказалась ехать дальше. Мы приткнули к обочине, а мы-то были в туфельках. И мы идем, идем, вот эта дорога идет до самого перевала. Вот. Это Саянские горы, кто не знает. И мы идем, идем, и мы пришли туда, а там уже по колено снега. Вы почувствовали разницу? На острове трава зеленеет, а там по колено по снегу. Мы нарезали черенков. У меня до сих пор есть кое-что от Бельтяевского. И больше сейчас сгорело на острове, когда мотоциклисты подожгли. И, значит, на этом не все. Потом пришло лето, и после такой... А это была весна, это был апрель месяц. И вот после этого оставалось только убедиться, а что же я такого нарезал-то там у него? Чем он делился? Ну, мы делились взаимно, я ему тоже кое-что с Украины. То есть я ему с Украины привозил, он мне делился тем, что уже тут было. И вот, извините за нудный рассказ, приезжаем осенью, два откровения, два открытия. И вот там, где, казалось бы, климат, ну куда уже жестче-то? До сих пор вспоминаю, как я в туфельках по снегу греб. Вот, когда, ну, фанатик, я фанатик, он фанатик. Вот, получается, фанатики в квадрате. И вот, сегодня осень, это где-то в первых числах августа, да, мы приезжаем, у него абрикосовые, ряд абрикосовых деревьев, взрослых, все. Ковром лежат, ковром. Я говорю, куда ж это все? Он махнул только рукой, да собрать невозможно. Представляете, и вот тогда у него застряла память и цифра, что он был на Орловской станции. Он ездил по Европе, собирал коллекцию, и с Орловской станции привез семь сортов абрикосов. Все эти абрикосы, там не было громадных плодов, но они были прекрасные плоды от 30 до 50 грамм. Замечательные, разные расцветы. Лежал ковер перед глазами, вот не было такой техники, как сейчас. Лежит ковер, и все это пропадало, представляете, пропало. Такой урожай. Вот я вам чему говорю. Видите, что такое горы? Вот, кстати, со школы помню, плохо помню, когда лезешь в горы, понижение температуры через каждое на градус. То ли через 100 метров, то ли через 300. Что-то застряло в голове. Вот, мне уже эта цифра не пригодится, ищите, а вам пригодится. То есть там намного холоднее в горах. Тем не менее, вот такой результат был у него. И второе откровение было, я тогда и занялся гидролокацией. Почему? Нет, я оговорился, биолокацией. Хотя слово гидро тоже пригодилось бы. Дело в том, друзья мои, что у него второй ряд абрикосов, посаженный в тот же год, где вот этот прекрасный ряд. Чах, они были высотой метр полтора. Да, жалкая, несчастная крона, без плодов. Вот. И он развел руками, говорит, я не могу понять, а эти не растут. Так, те же сорта, все. Второй ряд, ну, там, скажем, метрах в трех, в пяти. От первого ряда. Вот. И ни черта. И я тогда-то понял, что, ага, вот они горы, там разлом земной коре, там что-то не дает им расти. Это я к тому, что, ребята, не обижайтесь, если у вас случаются неудачи. Их надо искать, надо это, разуть нам глаза, надо науки разуть глаза. Биолокации, это самое, геопатогенные зоны. Ну, сколько можно слепыми-то ходить? Ну, взяли рамки в руки, и вы зрячи. Вот. Я вам еще кусочек рассказал, поехали дальше. И вот мы еще в одном узловом месте, можно так сказать. Это у нас Майнская ГЭС. Это как бы дочерняя ГЭС. Все, я на Крушинской, там, тут еще килограмм 15 до нее. Именно там микроклимат, именно там черемушки, именно там царствует Боднер Борисович, лучший и почти единственный черешневый сад. Второй, последний у Железова, но рядом с ним я отдыхаю. Поэтому там микроклимат, там редко переваливают за 30 градусов. Но там есть свои особенности, я вынужден на них сказать. У меня нет здоровья сейчас туда ехать. Да, и вы уже со мной там побывали не раз, если бывали на моем сайте. Итак, что такое микроклимат? Вот я вам показывал, да, здесь уже, вот сейчас идет снег. Здесь снега будет приличный, почти как в Сибири. То есть, 20-30 сантиметров за зиму накапливается. В черемушках еще больше. Вот. И там летом дожди постоянно, там поливать практически не надо. И зимой там настоящий снег, в отличие от моего участка, который находится вот там. Извините, что я в машине сижу, у меня выхода нет. Ветер заглушает звуки, приходится так вот работать. И все, думаю, вдруг это последний фильм, поэтому я не могу откладывать до хорошей погоды. Вот там осталось отсюда, ровно 10 километров, налево есть красный хутор. Так. Вот. И снега там в 10 раз меньше, чем отсюда в 15 километров. То есть, туда 15 снег есть. Вот тут снега средненько. Там его уже нет. Вот так вот сложилось. Почему? Ну, объясняю. Здесь местные циклончики образуются над плотиной, то есть над водохранилищем. И проливаются снегом или дождем. Вот, видите, снег идет. И получается, что он, как правило, это местные циклончики. До хутора практически не доходит. И до города. Раз. То есть, там бесснежье. То, которое удивляет тем, что бесснежье-то бесснежье, а деревья почему-то не гибнут. Ну, почему-то я сказал, адаптация позади. Так. И пример это для чего? У нас очень много гессов в России. Россия – это страна гигантских гессов, когда перегораживали все и вся, что можно. Вот. Вот яркий пример – Девногорск. Я там был. Я спрашивал местные, говорят, 40 градусов там не бывает. Так же. Такой же Несей. Ну, пусть на 400-500 км севернее. И, тем не менее, микроклимат. И оттуда я получил письмо. Я о нем рассказывал. Ой, не письмо. Звонок. Константинович гибнет в сад. Я хватаю за сердце. А женщина продолжает. Гибнет, потому что ветки ломаются от урожая. Вот. Как я ее просил, как умолял, как она обещала мне прислать фотографии этих, этого же урожая. Ну, не дождался. А у меня же как получается? Человек, случилась беда, он звонит, он пишет. Он ждет от меня разъяснений, чуть ли не объяснений. Вот. Знаете, какой у нас бывает народ? Звонок. Не один такой. Ну, немного, но 10-20 за мою карьеру садоводов было. Валерий Константинович. А вы даете гарантии, что у меня, а дальше называется чуть ли не тундра? Вот. Страшно называть города, в которые мне приходилось высылать черенки, семечки, косточки, саженцы. Вот. Намного севернее меня. А вы даете гарантию? Я говорю, нет. И тут же. Ту-ту-ту. Понятно. Значит, человек найдет того, кто даст ему гарантию. И, конечно, садов у него не будет. Я, по крайней мере, честный человек. И гарантию, естественно, никому не дал. Вот кому я даю гарантию. Вот то, что вы видите от города и дочерем. Вот этим я даю гарантию. Приходилось один на сотню менять мертвый. Хотя, естественно, они могли попасть в гепатогенную зону. Как я в таких случаях говорю? Я говорю, больше в этом месте. Погиб саженец. Вот вам новенький, свеженький. Никаких обид, естественно. Ни с одной, ни с другой стороны. Ну, не садите больше в это место. Возможно, это гепатогенная зона. Вот. А тут два-три письма, что плохо уже у Саренца Сергея. Там то ли дохнут, то ли умирают, то ли уже мертвы. Конечно, не выбивают мне из седла. Вон, почитайте. Если сегодня у нас 10 ноября, вот перед ноябрем последние письма, вы увидите там два письма негативных, скажем так. Вот поэтому я сел за руль, показываю. И что получается? У нас садоводство рассредоточено. Вот видите вот это ущелье, да? Вот оно. Сейчас я его приближу. Вот. И у нас таких, когда едешь вдоль вот этих гор, вот они, эти горы. Одно, второе, третье. Там Малый Карак, Большой Карак, Айдай. Это самая улица Горная. Мы были в Майне, стояли, я рассказывал, как в Ельтяевскую ездил. Потом там еще одна, другая, третья. И везде эти, по этим ущельям расположены сады и дома. В основном дачные. И получается, вроде бы и, ну как сказать, что вот это, скажете, удачное место, да? Вот. Или склон в Черемушках такой, что, ну просто люди в отчаянии. Другого места не давали, да его и нету другого места, кругом горы. Вот. Видите, мы еще, и тут все сады, 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 сады. Кордемов приезжал. Мы по Большому Караку вверх подымались. Подымались, подымались на моей машине. Вот. Осмотры делали, так? И далее что? Про Черемушки что еще хочу сказать? Там, где много снега, получается, у людей чаще выпривают, чаще гибнут деревья. А почему не гибнут именно, тоже много снега, именно в Черемушках? Я полушитя полусерьезно, раз в сто уже сказал, наверное, в частных беседах, в письмах, в статьях. Вот. Черемушкинцы, та же, как вся наша страна, любят губить деревья. Но в Черемушках не получается. Склон. Такой крутой. Вот примерно вот туда, где вот автомобиль, видите, вот дальше. Склон на той стороне, на дальней. Вот такие склоны, на таких склонах дачи. Вот. А не рады бы, это самое, сгноить корневую шейку? Не получается. Снега много, но приходит весна, вот как с гуся воды. Да раз, и стек. А в ямках, ямок нет, крутой склон, как я могу дуть ямки. Вот. А на ровном месте, конечно, в ямках гниет. Получается, снега у кого-то там 40 сантиметров сгнило. А в Черемушках те же 40 сантиметров, а не сгнило. Склон. Вот тогда-то я холмы-то и придумал. Вот так вот. То есть, посмотрите, мы еще с вами, часть проблемы. Любой из вас, кто смотрит сейчас фильм, уже прикидывайте на себя. Где-то теплее, где-то снега много. Но благодаря склону все живо. Видите? Вот. А скажете, воздух сухой? Какой он сухой может быть, воздух? Смело сравните с Питером. Вот. Смело сравните с Приморьем на Дальнем Востоке. Или Питер, крайний запад. Конечно, там не замерзает океан, там не замерзает Балтийское море. Тут не замерзает, вон оно, все. В январе встану тут и так же вам покажу. И в феврале и марте вы ни одной льдинки не увидите. Вот. Можем, если захотим. Вот так вот. Адаптация произошла. То есть, не боимся бесснежья. Вот тут вот. Так. А почему еще бесснежья? Через эти горы не прорывается фронт этих самых циклонных. Только оттуда. Оттуда откуда снег возьмется. Вот снег, он к нам идет от вас, друзья мои. От Балтики. От Ленинграда, от Москвы. Идет воздух. Он теплый. Говорят, ой, у вас такая широта низкая выйдет. Это самое. У нас же как, допустим, вот построили космодром на Дальнем Востоке. Знаете, почему там? Потому что там низкая широта, ближе к экватору. Ну, наверное, холоднее, чем на западе России. Хотя там кто-то сказал, что это на широте Сочи построили этот космодром. Я, правда, не проверял. Вот. Именно потому что там край нашей земли заходит как можно южнее. Раз уж в Казахстане нам оказалось некомфортно. И вот получается, что мы помаленечку с вами округляемся. То есть мы едем по кругу. Мы уже несколько климата увидели. А потом мы сейчас... Следующая остановка Красный Хутор. Вот здесь вот я буду проезжать, но уже останавливаться не буду. Есть фильм, где упоминается слово Сизая. Я там обнаружил несколько своих деревьев, которые у меня купили давным-давно. Мощься деревьев, сумасшедший урожай, посмотрите. И главное, сохранили чистоту сорта. Их некому было портить. У меня-то смешанный сад, у меня все перепорчено. Вот. В хорошем смысле слова. При Сталине, если бы кто-то стукнул бы, меня бы уже расстреляли. Сорта испортил. Правда, после порчения слаще стали. Часть из них, да, хуже. А часть стала лучше. То есть и слаще, и крупнее, и красивее. Вот. Но это уже другой вопрос, как в том анекдоте, господин профессор. Так. Едем в Красный Хутор. Там поснимаем. На обратном пути к Чернобаеву заедем. Есть причина. Она касается многих из вас. Вот. С меня давят черенки, у меня сад стареет. Вот. Я еду туда, чтобы поговорить с Чернобаем и объяснить ему. Я становлюсь банальным перекупщиком. Купил, продал, купил, продал. Потому что на меня давит уже не менее ста человек. А листопад никак не кончается. Это только потому, что на месяц раньше началась зима. Ну что, друзья, поехали. Ну, чуть-чуть не доехал. Вот свороток. Теперь для чего я здесь остановился? Вот. Именно вот этой вот тайге, именно вот этому великолепному здоровому бору и обязан процветанием наше сибирское садоводство, вернее, в отдельных анклавах. Одним из них является Красный Хутор. Вот. Смотрите сюда. Прекрасный лес. Раньше он был гораздо больше. Когда, я обратил внимание, когда забрасывают пахотные участки, они тут же зарастают этим же лесом. Значит, лес был всегда. Вот так вот он зарастает, когда им вот такими вот сосенками. Так. Вот. Ну, здесь-то понятно. Здесь их просто вывели, когда дорогу строили. Они опять возрождаются. Вот. Посмотрим туда. Вот гора. А вот здесь, видите, поляны. А там уже давно должен был вырасти лес. Такой же. Тут же миллиарды семян. Триллионы. Вы бы видели, как пылил прямо в облаках пыли. Вот эти вот сосны пылят. Ну, пылят, понимаете, о чем я сейчас. Вот. Это идет... Это самое... Посев. Идет зарождение новой жизни, новых семян. Так вот. Здесь вот такие поляны. А на них ничего не растет. Ни сосна, ни береза. А там, потому что дальше пойдет березовый лес. Такой же густой. Без единой сосенки. Видите, как выборочно все делает природа. А здесь нет ничего. А ведь именно там дом построят. Когда придет пора. Пока не дают. Вот, ну, понятно, чиновники же это считают, что людям землю давать нельзя. Это не народ у нас хозяин страны, а чиновники хозяева. Поэтому не дают. И здесь не дали, кстати. Через суды люди прошли. Не дали. И вот что получается. Там, где не растет лес, там и дом ставить нельзя, и кровать ставить нельзя, и письменный стол ставить нельзя. Везде, где находится человек по долгу, нельзя. Вот. А если вот туда дальше проехать, и там огромное было картофельное поле. Стоило только его забросить, люди перестали выращивать картошку. Вот. Начали вымирать. Сами помните, спирт, рояль и прочее. Паленый спирт. Это все привело к этому, кстати. Это моем наблюдении. Ой, сколько народу вымерло. Вот. Так вот, начало это картофельное огромное поле, как бы общественное. Оно было ничьё. Его тоже людям не дали. Сейчас там дома бы стояли, вместо пьянок. Но людям ничего не давали. И это картофельное поле, как только перестали пахать и делить на участки, каждый год по-новому. То есть, как бы оно ничьё. Оно мгновенно зарастает этой же тайгой. Получается, соснами. Получается, что раньше это было и сосны, и это было все отвоевано людьми. Вот. И вот Красный Хуторс находится на отвоеванном людьми месте. Это у тайги. И поэтому там и нормально мы живём. И я считаю, что там у меня прекрасная энергетика. И мне жизнь продляет эта дача, которая стала второй профессией. И второй родиной в Красном Хуторе. И прекрасно чувствовать деревья. В чём вы убеждались, посмотрев уже, наверное, фильм. И Qui. Ип checkout.